Я пока собирал только из бумаги от 2D2 персонажей из «Звездных войн». И мне было очень интересно. И винт из дерева. Эмир – самый юный участник проекта «Советский инженер». В свои 8 лет он только постигает азы научно-технического мастерства. Обучают здесь поэтапно, по принципу от простых поделок до программирования электронных гаджетов. Это обработка дерева. В данном случае Эмир изготавливает у нас винт. Герма тоже изготавливает винт. После этого они у нас изготавливают баллисты из листового материала. Юра у нас подготавливает проект шарообразного дисплея. То есть он производит печатную плату, пишет программное обеспечение. Ну и вот и робототехника уже непосредственно. Да, непосредственно робототехника. То есть это робот, которого мы привезли из Америки. С его помощью можно научиться основу программирования, составлению алгоритма и последствия действия для робота. А это уже победители Всероссийского фестиваля. Кирилл и Андрей собрали робота из подручных материалов. Ульяновским юным конструкторам победу на федеральном конкурсе принес вот этот самый робот-кладовщик. Его главная задача разобрать кубики по цвету и доставить на вот эту базу. Если брать задачи глобальные, то эту машину можно использовать уже на промышленных складских помещениях. Сначала он их собирает, потом выгружает на базу и за кубики он получает очки какие-то. Например, на складе. Он будет сортировать коробки с продуктами и отвозить в место выгрузки. Если Андрей выступил в роли механика, то программирование изделия на плечах его напарника. Кирилл признается, что самое сложное в этом деле – учесть все внешние факторы, которые могут сбить робота с заданного курса. Противники тоже представили хороших роботов, которые тоже могли спокойно победить нас, обыграть нас. Но вот буквально каждый лучший света сыграл и мы победили. Эта победа для юных инженеров из Ульяновска пока самая крупная. Вот только на горизонте уже новые состязания, подготовку к которым изобретатели начнут через несколько дней. Артем Петров и Александр Абрамов. Вести. Ульяновск.